Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте смотреть пик, там очень круто. North American Rejects, давай про них сегодня не говорить. Про таких или плохо, или хорошо, или ничего. Ну, понимаешь, комплексити. И вот сейчас Void Boys, они делают то, что нужно делать. Маус Спортс тоже в своей степени хороши сейчас, я объясню почему. Но Void Boys просекли эту фишку, про которую мы говорили, все эти квалификации. Нужно брать райт-клик героев. Надо меньше придумывать какой-то катавасии с комбинациями ультов и так далее, и так далее, и так далее. Ульты надо брать максимально простые. Это может быть Тайтхантер, это может быть Энигма, как нам уже показывали, Варлок. Что угодно. Ты кидаешь на пол экрана и выигрываешь в дотку. Все. Ну и расстреливаем. Да, либо нажимаешь там одну кнопку, то есть какой-то Void может даже появиться, ну, учитывая то, что у нас команда вообще Void Boys, и не исключаю в рейнджевой стратегии, которую вот сейчас мы видим, то, что появится. Они не доели, они не взяли ни одного Void'а за эти квалы, ни одного Void'а. Они на финальчик берегут, я уверен. Может быть, может быть. Так вот, а Моус Спортс, в свою очередь, они действуют немного с другой стороны. Они берут по-прежнему своих сигнатурных героев, то есть это Бульба на Клакверке, на своем там супер-феноменальном время от времени, конечно же. Мы этого Клакверка постоянно обсуждаем, что Бульба очень странный Клакверк, он через раз клакверчик. Так у него 50% видрей там плюс-минус, то есть он то играет как бог, то очень плохо играет. Да и Мауза делает то же самое, то есть у них может Пайлайдай отыграть на каком-то условном Баунти Хантере вообще легендарную игру, а может быть Way2Sexy на зомби такой, как мы видели, левел 13, ну вот 62%, а в 6.84 у Бульбы. Ну, видишь, поднимается потихонечку с колен. 5 из 8 Бульба, не, ну, понимаешь, что это вот очень плохая новость для Бульбы, то что у него 62%. То, что сейчас, скорее всего, винрейт будет болтать в болтишок. Да, 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 и это плохо. Баунти Хантер в бане, только про него я вспомнил. Мне хотят Пайлайдай отдавать одного из его сигнатурчик, я бы обратил внимание, что сами Мауза забанили Андайинга. То есть, опять-таки, герой, которого они очень любят. Он простой. Ну да, он вообще простой, как дерево. Да, ты просто пришел, тамбу влупил и все. Набирай больше простых героев. Больше простых героев, именно. Среди самых простых героев, ну, естественно, под Визджед Роуку, там еще варианты есть. Может появится какая-то Венгана Суппорта или Эншент Топоришн. Если это будет Эншент Топоришн, то я почти 100% уверен в появлении Вайда. Появляется Нейчерс Профи, то есть это будет еще и агрессивный пуш, помимо всего прочего. Который, к тому же, ну да, который к тому же будет очень-очень больно бить. Именно, именно. И, возможно, мы увидим, хотел сказать, здесь Вайпера, но Вайпера Мауза предусмотрительно забанили, за что им огромное спасибо. Хоть что-то они понимают в этой жизни. Но есть же еще какие-то там разнообразные инвокеры. Есть инвокеры, есть драгоннайты. И драгоннайт очень неплох. Все-таки дракон хорош. Дракон фактически рейнджевой. Да, он по большому счету действительно рейнджевой персонаж. Несмотря на то, что на стадии лейнинга он этот бонус по дэмэджу практически не использует. Но в замесах ты стабильно воюешь против ДК с лишним полкишком атаки. Это неприятно. Особенно если он уже там левел 2 хотя бы этот дракон. Там уже сплэш какой-то залетает. Ну а Маузам нужно либо набирать защитников для геррокоптера, чтобы даже если до него доберутся, его не убили. Но да, они сами забанили. Среди таких очевидных защитников остается как-то что-то у демон, венга. Шейкер какой-то. Шейкер, да. Но хотя им тоже, кроме Клокверка, Клокверк это не самый очевидный герой, чтобы добраться до Дровки, учитывая наличие двух фамильяров, через которых Клокверк как бы хотел, он не пролетит. Также, ну и Тренты, Профета. Им тоже нужно что-то придумать, чтобы добираться до Дровки и убивать. Потому что пока не очень все весело. Да, у Клокверка действительно будут проблемы. Тут очень четко ты подметил, что Nature's Profit со своими пеньками, Visage со своими фамильярчиками, они будут просто жизнью не давать этому Клокверку. Причем мало того, что влететь будет сложно, после того, как он влетит, высока вероятность того, что Клокверк умрет за полторы секунды. Его просто расстреляют сразу же, если команда не подоспеет вовремя. Что это такое? Берут самого бронированного героя в этой игре. Что это такое против Райт Клика, Скайер Асмак? Что за бред? Брони у этого персонажа. Дроу Рейнджер с 200 атаки убивает Скаймага с 4 ударов. Это без преувеличения. 4 удара. Ну а вот эти 3 героя, они просто вот так делают, вот так рукой махнули трое. Да, и все, и Скаймага нет. Я не говорю про фамильяров. Я не понимаю. Вот она, бинго. Просто шикарно. Просто, очень просто, очень просто, очень обычно. Остался только чувак, который будет все это на себя принимать, впитывать, возможно инициировать. Это герой со станом, возможно, с несколькими станами, это может быть пак с дримкойлом, это может быть драгонайт опять же. Ну, ДК, инвокер, пак, все хорошо заходят под эту тему. Да. Тут появляется Сент Кинг. Что это за бред? Очень, очень жадный суппорт, который должен фармить на даггер, который без даггера не сможет добраться вообще до этой дровки в жизни просто. Я не знаю, что берут Моуза, серьезно. Мне совсем не нравится этот пик. Они, возможно, рассчитывают как раз на вот эту суперкомбо-вомбо. Клокверк влетает в пятерых рейнджевиков с пеньками и фамильярами. То есть вероятность крайне была, скажем прямо. Потом Сент Кинг с даггером, которого, естественно, у него, скорее всего, не будет, влетает в этих же пятерых с эпицентром. Туда Скаймаг заливает, герокоптер заливает, все радуются, ликуют, кричат Моуз Спортс, Моуз Спортс. Вешают себе плакаты Блэка на стену. Да, говорят, еще Дарк Сира не хватает, точно. Вообще просто. И Майкла Бэя. И Майкла Бэя, естественно. Циммер у нас занят уже саммитами. Правда, я вот сижу, слушаю, я не знаю, ты слышишь звук с моего композитора? Да, да, с твоего. Вот эти барабаны. Гениальный композитор писал. Напрягает прям. Не, а я помню, там же как-то на Т, Т, Т. Его то ли Том, то ли Тим, как-то так зовут композитор. Так что, реальный композитор писал? Не, ну там у него целый вот этот же пак музыки, который для дотки. Там же все вот, всю-всю-всю музыку писал. Да, интернешнл мюзик пак, да. Ждем. Ласт Бан от Мауз Спортс. Кого же они посчитают для себя самым опасным мидером? Потому что очевидно, что у них... Аааа, нет. Они вообще что-то хоть понимают? Они понимают только Вайпера и Даззла. Они знают, что этих героев берут на пуш. И все, они их забанили. Потом говорят, блин, пацаны, рейнджевой пуш. Ээээ. СФ-а банил, постоянно берут, он... Все, баня СФ-а. По-любому его хотели взять. СФ тут... Не, СФ, кстати, тут был бы более-менее. Еще куда не шло. Быстро крипов хотя бы убивает. Аааа, но... Нет, это явно не самый лучший вариант. Тут можно найти вариантов намного-намного больше. Сюда сейчас парнем из Void Boys... Void заходит средненько. Но при желании можно. В легкую его ставишь, дровка мид. Типа фурион сложный, и все нормально. Он в легкой очень быстро набирает свой левел. Суппорты ему почти даже могут быть и не нужные нафиг. Ему можно и в сложную ставить. Ему можно и в сложную ставить. Но в сложную просто понимаешь, что фурион есть. Пусть все фуры считают сложные и напрягают людей. Блин, есть какое-то такое подозрение, мне сейчас возьмут что-то очень-очень-очень жуткое. Типа Медузы. Не, Медуза слишком медленно. Нужен более быстрый герой. Но я что-то тоже складываюсь к мнению, что это должен быть рейнджевик. Но однозначно рейнджевик. Как бы у тебя в Венгадре у рейнджа. Нет, нет, просто иногда может быть просто фиксатор. Мощный милишный фиксатор. Типа Кентавра, например. Кентавр просто супер мощный. Вообще хорош. У него еще и запит есть. Да и Керри Кентавр тоже крут. Это очень крутой герой для рейнджевой цироты. Он классно цепляет. Он очень жирный. Много впитывает. Да ну что Луна? Луна, Венга, Рау Рейнджер. И просто поехали. Под мы не хватает тогда для этой суперстраты бабской. Супер-супер ауры. Драгон Найт абсолютно очевидно. Да. Мы говорили про ДК еще в самом-самом-самом начале. Тут уже начали перебирать какие-то альтернативные варианты. Но видимо ВБ тоже подумали. Эх, в топку эти альтернативные варианты. ДК так ДК. Там эти Russian кастеры нам советовали в самом-самом старте пиках. Да ну это абсолютно логично. Ну и Мауза должны сейчас к чем-то очень сильно серьезным удивить. Для того, чтобы мы могли сказать, ну у Мауз действительно хороший пик. Рубиком, например. Ну у Мауза надо в мид соло-мид Рубик, да? Соло-мид Рубик. Мауза надо в мид придумать героя, которые очень хорошо... Ну это тепларка сейчас какая-то будет. То есть у них Сэн Кинг, Скоросмак, Герокоптер это трипла. Сэн Кинг будет фармить с помощью песка лес. Очень долго Клакверк в сложной. И в миде против Драгонайта должно быть что-то такое, что реально будет его бить. Чувак, я вообще не знаю, что это могло бы быть. Винд Рейнджер, она гоняет ДК, но по факту она... Слушай, а Винд Рейнджер-то, кстати, очень неплохо заряжала Вайт Бойсом. Ну да, но опять же, тебе нужен какой-то впитыватель. Если у тебя нет впитывателя, а ВРка она впитыватель физического урона. А у противника очень много магии. То есть даже если она нажмет Виндран, ее все равно убьют. Ее копнет Сэн Кинг и накроет ультой Скайросмейдж. И все, и будет Габелла. Так, ну что же. Ну... Короче, пока что Вайт Бойс перепикали в месище просто противника. И походу парни из Моу Спорт, они вообще не понимают, что делать. Ну да, пока совсем не... Ты посмотри на Егейминг Бэтс, с ума сходит комьюнити. Чувак, это легкие, редкие. Я не понимаю, кто все эти люди. Не, ну... Кто эти люди? Вообще, в таком матче, даже несмотря на пик, в таком матче, вот это 13%, это шучно. Чувак, если бы я зашел случайно на Бэтс и зашел... Я почему-то сегодня не зашел на ЕГБ. Я просто понимаю, что я лох. Я тоже, да, я тоже лоханулся. Я просто... Я бы сюда залез бы точно. Неважно, несмотря на пик, ну блин, это просто забей 5 коэффициентов в таком матче. Да, ну, не глядя просто. Мауза разочаровывает. Мауза не играет в свою игру. Мауза играет во что-то такое себе. Да, да, они пока не слишком хорошо себя чувствуют. Ну что, еще один флай сможет выиграть сегодня? Уже один флай выиграл из команды комплексити. Да, да. Слушай, а куда Балба тпшится? В смысле? Он тпшится делать супер... Да, Балба вниз тпшится. Супер быстро хочет вард поставить, потому что его могут убить. Или, наоборот, заметить просто, куда он его воткнул. И все тогда. Ну, ждем. Ждем, пока пауза отроживается. Я не понимаю, зачем пауза. Ну, зачем пауза тебе в начале игры? Ну, вот зачем тебе пауза? У тебя было 5 минут пиком. Я не понимаю. Я всегда говорил, типа, сделайте фристайм там 10 секунд, чтобы команда, не догрузившаяся теоретически, команда догрузилась и все. А не вот эту вот фигню, когда команда ставит паузу, они начинают разбирать, кто кому варды покупает. Да, зачем он купил лишнего курьера и кому куда точно надо тыкнуть вард. Ну, да. Ладно, Way2Sexy играет нас на Сенкинге, Койква будет играть на Виндрэнджер, Блэк играет на Гирокоптри, Пайлайдай на Скаросмаге и Балба на Клокверке в сложной у маузов. Да, ну, собственно, у команды Void Boys мы видим Мерси Плэзэ, Дроу Рейнджер, 747-й, который любит Сьюзи на Драгонайте. Ну, он будет Сьюзи, значит. Еще один Флай, Венджфул Спирит, Чуань, который Ксюань играет на Визидже. Да, ну и вот, собственно, у нас такая интересная... А Мегапаунер на базе еще зависит. Да, 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 вот я смотрю, он не вылазит просто оттуда, это Фурион, который... О, Мегапаунер. О, так ты Мегапаунер? Ну, да, да. Вот что никнейм его значит. Возможно. Так, слушай, интересно, тут два варда тыкнули. Не совсем непонятно. А, типа один разобьют, второй не заметят. Ну, скорее всего, да. Идет расчет на то, что будут ломать только один вард, но прикол в том, что если враг просто воткнет вард тупо по центру куда-то, да, ну, такой совсем нагло, он поломает обои два и вообще беду имел. Ну, вот его надо куда-то тыкнуть так, чтобы он не закрывал, то есть это не так уж и легко сделать. Но поглядим, будет ли... сделать ли ошибку здесь Пайлайдай. Короче, тут уже делают интересные вещи. Тихо, смотри, видит его вард. Оба, да, видит. Лоооо. Ну, вот, вот, вот. Обычная как бы система, когда вы пытаетесь делать что-то супер наглое жадное. Но вот этот вард случайно не блочит ли? Нет, нет. Нет, он как раз так ставит, что он рядышком стоит сблочит. Так вот, тут уже пытаются удивлять нас Воид Бойс, но из-за того, что вард им поломали, вижона у них нет. Там санкинг с табком, а Винга без, поэтому Фёрст Блад. То есть, они завалили старт игры просто с самого начала. Вот, ну, насколько это можно завалить? Вард у них поломали, ферзбат на них заработали. Главное, чтобы сейчас они не поплыли и продолжили гнуть свою волну. Гнуть свою волну они могут. Сенткинг на первых левелах с коротким подкопом, пока добегает, получает 3 удара в табло. Пока убегает, получает 3 удара в табло. И умирает, собственно говоря. Герокоптер, лоу рейндж по сравнению с дровкой, визаджем, вингой. Он, ну, вингатом, конечно, с ним равняется, но дровка, визадж, они разматывают без вариантов герокоптера. И, соответственно, скаймак, мой самый сладкий юнит, у которого минус 1% сопротивления физическому урону. Вот, можно навести и почитать. То есть, если у вас дэмэджа с руки 101, то вы бьете по 102. Экзакли. Фантастика просто. Фантастика. То есть, герой настолько плотный, настолько качественно впитывает урон, что вот пайлайдай вообще понимает, что ему подходить нельзя. У визаджа, да, у визаджа тоже сейчас 0 брони и типа минус 1%. Но как только визадж получит третий левел и вкачает хотя бы на единичку пассивку, то начнется беда. У него сразу же 4 армора и бейте, делайте с ним что хотите. Так, у нас повтор тем временем разбитых вардов в самом начале. Но давайте посмотрим, почему же так получилось, что ошиблась вингана настолько серьезно. Она просто куда-то побежала с инкинг с тапком, и вот с инкинг с тапком был серьезной подставой для нее. Да, ну да, понятно, нельзя так фейлить. Такой, Койква забирает первую руну на топе, Бульба забирает руну на нижней руне. Ну и, собственно, у нас обе руны на второй минуте за контролем Моуза. В миде Драгонайт 9 на 0, 14 на 1 Койква. Да, хорошо, стоит Амега Паунер, пытается гонять Бульбу, но особо так гонять Бульбу не получится. Ну и Дрога 10-2, то есть, по сути, две линии должны выигрывать, а в миде должно быть ровно. Я недопонимаю, почему на трепле есть живые люди, вот здесь. Возможно, связано с тем, что Визидж хочет получить себе левел 2, чтобы заплюнуть моментально, но в любом другом случае совсем непонятно. Да, вот встань, получи, пойди в лес, получи, но в чем проблема? Ну да, они как бы 2 на 2 против Сент-Кинга и Скаймага, по идее, должны получше себя чувствовать. Можно, опять же, просто хит-н-дранить этого Сент-Кинга. Да, говорят Моуза, что у них немножко подлагивает, но Войтбойс пишет, что у них как раз все в порядке. Так, что у меня происходит? Почему у меня на консоли какие-то странные клавиши забинджены? В смысле, какие? Я вот тут клавишу нажал, у меня консоль 2 была. А это альтернативная клавиша стандартная. У меня 133 МСа, просто я на ЮС ИСТе 133, это прям шикарно. Можно прям как издом катать просто. Изи вообще. Тут очень странно то, что Клокверк себя чувствует замечательно на месте Фуриона. А что на месте Фуриона? На месте Фуриона можно сделать несколько вещей. Можно либо просто положить болт и продолжить собирать какой-то мида с первым артефактом, либо болт не класть, а купить сразу когти и просто разбивать ему табло. Должны быть фейзы, причем с расчетом не просто разбивать табло Бальби, а с расчетом того, что надо будет летать на топ. Да, да. И однозначно надо будет летать на топ. 100% придется летать на топ. Нам показывают повтор Ферсблада. Ну, это все очень просто. Бежишь и бьешь. Да. Ну, даже не было бы Тапка, его заплюнул бы рано или поздно Скайрос Мак. Там кулдаун очень большой, он мог бы и не заплюнуть. Ну, вот Тапок, Тапок очень сильно зарешал в этой ситуации. Тапок действительно топовый. Просто без Тапки он бы ее и не догнал изначально. Они бы там где-то бежали вместе с примерно одинаковым интервалом. Ну, по-прежнему у нас пауза в игре стоит. На, поехали, поехали, попробуем покатать. Будем надеяться, что не будет лагать сейчас у Маузов. Так, ну и вот Трипла. Трипла, вот второй левел есть у Ксюаня, есть у Флая также. Ну, у Флая пока нет второго левела, но у Флая есть возможность нападать. Флай же отличный герой, это же Винга, это же хороший герой для начала игры. Да, в Стан есть и все такое. Ну, а тут пули твои эту секси, ну и что ты им сделаешь? Ну, надо куда-то вот сюда. Вот, им хотели сделать, им хотели поставить варды, но варды достаточно жестко были поломаны и все, приплывайки. Потому что один вот этот вард, который поставили Мауза, он палит процентов 80, наверное, или 90 вообще всех возможных блочащих вардов. Соответственно, тяжеловато. Вот Дайеровский отвод очень тяжело забанить, так, чтобы его не переломали. На Радиентовском там 15 тысяч спотов, даже вот этот стандартный вард не стали разбивать, потому что нет смысла, там нет суппортов. Так что Бульба там тоже вард так просто поставил. Так, Пайлайдай, Пайлайдай, то, чему вырили. Хорошо, Вейту Секси копает целую талпулу. Тут Фурион, еще одна тычка Пайлайдая должна прилететь, но не прилетает она. Ну, очень сильно накосячили, да. Вейту Секси нечем бить, его абсолютно нечем бить. Еще Ксюань там чуть не умер, чуть не задохнулся от этой песчаной бури. А Мега Паундер прилетел куда-то вообще. Очень странно. Еще давайте им вардов наставим, пусть бьет все. Слушай, вот этот центрик, давайте вообще. Да, да, да. Он вообще упал вот только-только. То есть ребята, возможно, и рассчитывали, что четвертая минута, то есть центрик должен был упасть. Но, опять же, тайминги поймали они не совсем хорошие. В результате, видим, как один центряк просто делает всю линию вообще в мясище. В результате все очень жутко, потому что очередные две руны забирают команду Маус Спортс, Амега Паундер пешком бежит на базу, покупает базилку и будет возвращаться на линию. Что это вообще? Какая базилка? Ну, он пушить будет? Они будут пушить? Ну, в принципе, да. Ну, ладно, но фейзэ купи потом базилку. Вы же не будете пушить прямо вот сейчас. А возможно и будут. Возможно, сейчас вот Драгонайт получит левел 6. Куда-то на мид Амега Паундер прилетит. Там через 45 секунд, когда у него телепорт откэдэшится. Попробуют там пропушить. Придет Драгонайт вниз, например. Попробуют Клокверка затолкать за вышку. Ну, всякое возможно. Ну, по крайней мере, мы видим, что появился уже Гласс Оф Хейст. И мы понимаем, что вряд ли Бульба. Бульба на Хастея, Мега Паундер. Огромные у него проблемы. Ай, Бульба не получает. Сморсер Маулит едет сюда, Мега Паундер будет очень сложно. А там много пеньков, поэтому батарейки будут уходить именно в них. Я не понимаю, зачем вообще тут бегает этот Фурион. Стоял бы и бил просто табло Клокверку. Ну, ты смотри, заставил Балба стянуть сюда Мерси, плиз. А что это такое? Да просто смена линий, я так понимаю, будет сейчас. Забоялись, просто забоялись, дальше стоит на топе. На топе же хорошо стоится. Они не делали там ничего, поэтому они решили свалить. Ну, хорошо, они фармят. Дровка фармит, например, на 300 голды меньше, чем Герокоптер на линии, на которую она должна была вообще выносить всех вперед ногами. Ну, что поделать. Не то это, не то. Совсем не то. А сейчас она будет хорошо гонять Клокверка. У нее все-таки... А хотя у нее левел еще маленький, да. Все-таки, возможно, в этом кроется ответ на вопрос, почему перетянули дровку вниз. Она тут будет стоять одна, получать быстро экспу. Апать экспу надо максимально сейчас быстро для того, чтобы, соответственно, появилась пассивка ультимативная. Ну да, и с шестым левелом уже и драгонайтом с шестым левелом можно уже что-то придумать. Да, уже можно действительно давить. Почти седьмую драгонайта уже. Там драгонайт выходит в барабаны. Это действительно будет супер быстрый пуш, по идее. Потому что вот эти барабаны, они тоже просто так не появляются. Будет иметь право на жизнь. Но хотя, блин, четвертый пауэршот уже у Койквы. Ракета в два пока. Ну это уже неплохо. Это уже неплохо. Это уже есть чем отбрасываться. Да, да. Понимает просто Клокверк, что придется спамить крипчиков. Поэтому ракета действительно сейчас в два уже вкачана. Пауэршот, ракета. Они, конечно, будут справляться с крипами. Но тренд-офф можно будет грамотно разводить. И пока все это будет заряжаться, лететь. Пока вышки там будут переключаться. Ой, это нас Ксюаня на топе убивают. Залетает на него в наглую Блэк. Пошел Грейвчилл. Блэка еще немножко пробьют. Что это было? Опять вот Фурион, он совсем какой-то странный. Он абсолютно странный. Он прилетает в непонятные локации. Чувак, не клацай ты по миникарте прилететь. Просто жмакни кнопку. Посмотри обстановку. Нет, ты знаешь, вообще-то он все правильно сделал. Если бы он прилетел за спину, его бы еще убили. Я не говорю прям совсем за спину. Я говорю, что хотя бы просто на рейндж, там, тычки какой-то. Ну да, ну да. То есть он просто прилетел и убежал. Вот, собственно, все, что он сделал. Не, ну ему не надо было лететь. Ему надо было, понятное дело, оставаться. Да, Ксюань возвращается на топ. Продолжает получать себе экспу снизу. Тоже Дроранж продолжает получать экспу. Ну так же, как и Фурион. То есть сейчас первая задача – это максимальное получение экспу. Все абсолютно верно. Да, Винга, конечно, проблемная, но это такое. Вот Вингу сейчас поймает, наверное, Клоккер, нет, не туда. Если бы пошел Бульба в леса, я думаю, наткнулся бы он где-то на Флая. Приговорил бы его. Ну все, шестый Лаванж сейчас появляется абсолютно у всех нужный. То есть вот Дровка шестой через двух крипов возьмет. Драгонайт уже восьмой. Ксюань, правда, четвертый на визаже. Но ему сложно там в сложной линии. Ну, понятное дело, это же сложная линия все-таки. Тут просто прикол в том, что ребята на ровном месте вообще не покидая фактически линии, да, не отдавая толком фрагов, всего лишь два минуса было сделано, отдали три тысячи преимущества. Из-за того, что принимали неправильные решения, из-за того, что варды ставились. Что, Мауса вообще ничего не делали? Они вообще, да, действительно, они ничего не сделали. Они просто ходили, били все, что видели, и все. А видели они кучу вардов с энтреей у них под ногами, пулили. В общем, занимались всем, чем хотели. В итоге план Войт Бойз немножко провалился, но нельзя сказать, что они проиграли этот матч. Пока еще нет. Вообще, Дровка с Фурионом, с ДК, они в лейте могут дать так хорошо. Бальба просто красавчик. Бальбу закрыли, Бальба, недолго думая, хукшотом Фуриона и улетает отсюда. Опять этот Фурион подставу для команды делает. Скажем так, да, они еще не проиграли, но если пуш, скажем так, сломается с первой попытки, то, скорее всего, не проиграет. Да нет! То есть у них сейчас вообще нет ошибки, нет прав на ошибку, ну да. Мауса, они терпилы. Мауса не зайдут. В четверых залетает один кулдаун, все, все сдохли. В смысле? Я тебе говорю про гиперлейт. А, гиперлейт. Вот, вот прям супер, мега, убер, жесткий лейт. Когда у всех будет по 6 слотов, когда дровка будет стоять. Проблемы огромные у визажа. Конкассив, кулдаун, Ксюань пытается улететь. И, кстати, та Блэк-то в ответочку-то может наполучать довольно серьезно. А он наполучает, там еще будет Брэсфайр, да. Еще одна тычка, и еще одна. Забил на Блэка и забил на Пайлайдая. Хватит вот это летать. Чего они постоянно в хит-н-трайне? Ну, ладно. Ну, они дотеры. Они, как любит Джотт, он же киберспортсмен. Киберспорт. Ему нужно кликать, он же киберспортсмен. Да. Киберспортсмены должны кликать. Драконформа потрачена в никуда. На профита 0. Для Бульбы, я говорю для Бульбы, извините. Для Блэк профит есть. Потому что Блэк зарабатывает себе деньги. Блэк зарабатывает себе второй уже фраг. Блэк зарабатывает второй фраг. Сколько в этом... Случит даже по-трепильному. Да, да, да. То есть, десятая минута у Блэка два фрага. Кокверк врывается в толпу. Проблемы могут быть. Сэн Кинг с ультом. Отлично. Минус Драконформа. Да, Бульбы, конечно, запинает. Но Вейту Секси вряд ли. Что он делает? Что делает? О, как же у меня пригорает. Ужасный Фурион. Как же у меня пригорает. Этот Фурион, он... Ужасный Фурион. Ой, боже, какой он ужасный. Он настолько ужасный. Ладно, тут у Сэн Кинга просто нет уже маны, поэтому... Сэн Кинг будет блинками догонять. Я не знаю, как он его будет догонять. Через 4 секунды... А, там Верочка пришла с дабл дэмэджем, тогда понятно. Тут Челлинг Тач и из блинка Сэн Кинг уходит. Я говорил про Сэн Кинг, у которого нет блинка. Блинк у него на 10-й минуте, на 11-й. И тысяча сверху. У Винд Рейнджер уже имеется половина аганима. Они настолько залили эту игру, Войт Бойс. Настолько шикарные пики, настолько плохо его реализовывать. Это, конечно, очень плохо. Но, опять-таки, сейчас все равно шанс еще есть. Надо правильно все сделать. Собраться и правильно потолкать линии. Человек, правильно все сделать, это поставить Фуриона в оффлейн. Против Геррокоптера, Сэн Кинга и прочей... Чтобы потерпел. Либо в лес. Либо в лес, куда угодно. Там они толкать точно ничего не будут. Ни герои, ни толкательные абсолютно. Кроме героя, что-то никто линию не может пушить. Так вот, Винга, Визидж и Дроу Рейнджер, они этого Клокверка на линию вообще не пустят. То есть Клокверка не будет на линии. Не совсем. Там Клокверк, тем временем, убивает. У нас Дроу Рейнджер в лесу очередной раз. Отлично. Бежит Винга, она тоже хочет умереть. А все хотят умереть. И бежит Фурион, он тоже хочет умереть. А Брюба типа аут просто делает. Отлично. Станов много просто напикали. В этой ситуации, вот опять же, Винга, ты нападаешь на Клокверка, который... Вот ты заходишь с этой стороны. Я так рисую наглядную схему. Ты заходишь с этой стороны. Клокверк находится здесь. Да. Вас уже двое, да? То есть вот так заходите. Да. Вариантов убегать у Клокверка сколько? То есть либо куда-то вот сюда, что приведет его опять туда же, где и вы. Либо убегать сюда, где вышка. То есть тоже не особый вариант. Там кто-то затпшился, все, приняли. На кой черт давать на него стан? Если у тебя единственный стан в команде, кроме Драгоннайта. Логично. Он все равно придет к тебе. Он возьмет, нажмет тп аут и все. То есть вы загоните его там, замесите лапками. Так, ДК передумал собирать барабаны. ДК понял, что дело пахнет писюнами и покупает БКБ себе потихоньку. Быстрой эта игра явно не будет, а если и будет быстрой, то явно неприятно быстрой это будет игра для команды Void Boys. Совсем неприятно быстрой. Они ее заливают вот прям как могут. На топе у Блэка абсолютно все шикарно. У Блэка, опять-таки, барабаны должны уже лететь. А нет, Блэк тоже делает себе Огрклаб сразу. Блэк тоже делает БКБ. Тоже верное решение против Драгоннайта, против Визажа, против Винги. Почему бы и нет? Блэк себя чувствовать будет отлично. Вейту Секси просветили, и Вейту Секси делает Длинкаус. Там в миде Драгоннайта только что забили вчетвером. Бульба. Бульба. Булба, кулдаун залетает в Вингу и Фуриона. Также залетает в Дроу Рейнджер. Гастон на этом раз отбросились. И Ксюань прилетел. Ксюань пошел в атаку. Ксюань серьезный. И Ксюань плюнул в Койку. Койку выживает. Прогнал он Койку. Ну, нормально разменяли на этот раз. Хотя бы Бульбу забрали. Да уже лучше, что хоть кого-то забирает. Единственная проблема Драгоннайти теряет бабки. ДК он вообще плохо фармит. А тут еще Энджин стакой для него опасно, потому что может прийти Гирокоптер и всех товарищей поубивать. Заводать. Да, и просто лишить вас огромного количества денег. Дровка без маски пошла фармить Лиса. Это тоже странное немного решение, как по мне. Ну, она же давно уже ушла. Она типа дает свободу другим тиммейтам. Ну, вот смотри, я гляжу на нижнюю линию и понимаю, что свобода здесь просто феноменальная. Тут тоже попинговал только что Сенкин. Говорит, что за хрень происходит? Почему там никого нет? Слушай, Сенкин какой-то вообще безбашенный. Он по Нетворцу обгоняет уже Драгоннайта. Он близок к Фуриону. И как бы у Вейтус Экси все очень хорошо. У него форстаф на подходе. Блинк давно есть. Четвертый песок. Формятся линии абсолютно спокойно. Его поймать не могут. У него 3-0-2 стата. Все очень хорошо. Ну что, Тавр в виде будет забирать Вейтбойс? Пытаться забирать. И это будет... Будет ли попытка диффенса? Вот что интересно. Да, да, слетается. Слушай, а мега у Хурыча есть. Уже неплохо. Нет, хорошо. Очень классно. Все разбежались. Да, залетает он по крипам. Глиф КД потрачен. Ну, у колдауна, конечно, время отката не совсем большое. Поэтому можно им спамить. Ну, на следующую пачку крипов ты не наспамишь. Хотя Вейтбойс почему-то взяли и разошлись. Ну, они понимают, что не фаерплейно это заходить сразу же после того, как противник все скиллы потратил. Лол, они потеряли просто снизу Тавр. Да, да, они просто лажают. Нереально сильно лажают. Да что ж такое-то? То есть они... Что Мары не проснулись, что эти не проснулись. Походу, я не знаю, что с ними происходит. Но пока что... Мы их, конечно, очень жестко гнобим, друзья. Вы уж нас простите. Но они реально очень много ошибаются. Молза вообще ничего не делают. Это просто видно. Это Курьера убили. Ну, это Фурион, тот самый бесполезный, который сейчас умирает за Курьера. Убил Курьера он пустого. У самого... Ага, ладно. Так вот... Ну, Курьер денег хоть дал. В это время Драгонайт делает полезные вещи на топе. Он забирает вышку вместе с фамильярами. Причем вышку никто не задефал. Тоже. Как-то Молза на пофиг... На самотек, скажем, пустили. Все происходящие события. Но им расслабляться ни в коем случае нельзя. Да, они ведут 5000 голды. Да, они ведут 5000 экспы. Но это пока абсолютно ничего не значит. Это сейчас один какой-то косяк. И все, вот эта армия стрелков, она повернется. Пульнет по плюшке в Клокверка, по плюшке в Скаймага, если они как-то криво подставятся. Или того же Санкинга просветят, и он не слишком удачно войдет. Да, и будет Габелла. А вот Войт Бойс стоит задуматься над покупкой БКБ всем героям, без исключения первым артефактом. Ну, Скаймага, Клокверка переживать здесь будет вообще нереально. Верку с ее связками, но у Верки уже есть Аганим. Верка уже, если вцепляется в тебя, то ты приплываешь. Ну, вот и Санкинг с Млинкомс Кросс Фолстафом. Да, да, да. Все очень хорошо у Маузол. Койка на топе отбивает линию, отгоняет отсюда подальше Ксюана, отгоняет отсюда подальше 747-го, который хотел подпушить. Ну, и Драгонайт, мы видим, в БКБ действительно выходит. Будет оно у него через 1300. Не, ну, слушай, я смотрю, вот Фурион, он там что-то пеньков разводит, разведку делает. То есть он вроде, ну, не безнадежен. Он что-то умеет. Правда, как-то бывают решения, особенно с врывами. Возможно, именно поэтому он и врывается так не очень хорошо, потому что слишком много внимания рассеивается. Вот Винга, например, побежал убивать Пейлайт. Посмотри на этого бронированного Скаймага. Моментально. Ну, Винга делает тут же ТПАУД и хорошо сбивает ТП Омега Паунеру. И он тоже сейчас отправится в таверну. Аглдаун в лицо, и это минус 2. Минус 2 в размен на Скаймага и без того бесполезного. Да, тут Омега Паунер погибает, умрит и уже... Наконец-то Бульба делает даблкил. Пауна 6 фрага. 3-11. У нас уже не первый матч, который начинается сегодня с такого счета. Что сегодня происходит с американскими командами? Ну, одни играют, другие не играют. Пока происходит именно это. В миде вышку также отдают. Сейчас в эрке или нет? Не-не-не, все-таки отдают. Не получается у дровки заднайть. Сенкинг на топе сейчас будет пытаться дефить Драгон Найта. Пытаться отпугнуть. У него, возможно, даже это получится. Все-таки не помешало бы ДК зацепить. Правда, там герои... Уже 4 героя на топе. Койкова на хосте. Койкова на хосте надо делать тэп-аут уже просто-напросто. Драгон Найт отцепанули. Ксюань понимает, как он приплыл. Вот он садится. И пошел ультимейт от Койковы. Иди сюда, братан. Слушай, слушай. Ну, ультимейт от Койковы, это, конечно, хорошо. Там садятся птицы. В результате можно попробовать, честно, разворотик. Как-то развалить хотя бы ВР-ку. Но тут Сенткинг отличнейшим образом вырывается в троих. И Фурион, Драгон Найт и Визидж оказываются в таверне. Правда, они и так делали все, что могли. Они забрали Скаймага очень быстро. Койкову, правда, не хватило. Потому что у него уже Аганим, извините меня. Там 500 хп у него еще осталось. Да, очень-очень жирная эта ВР-ка получается. Полторашка в сумме. И 2000 голды мы видим, Койкова заработал. 4-14. 10 фрагов разницу. И мы видим, Койкова улетает куда-то в стратосферу в плане Нетворса. 9-200 у него уже. Учитывая, что у ближайшего преследователя... Окей, серьезного ближайшего преследователя 5-800. Это беда. Это беда. По деньгам около 6500 ведут. По хп уже семерочка. Ну и вот Дроу Рейнджер наконец-то Доминатор получила. Хоть может на линии. Забавно видеть то, что вот эта супер пушащая строта забрала вышек меньше, чем противник. Умерла в три раза больше, чем противник. Офигенно пушат, пацаны. Что можно сказать? Да, что-то не так. Нет, все пошло печально с нулевой секунды игры, когда были разбиты те два ворда. Да, да, да. Не было бы там пулов, было бы лучше. Смотрим по автору той драки. Мы видим, Койкова все это время фокусфайером запиливал. Да, его закрыли. Да, в него всунули весь дэмэдж Фуриона, весь дэмэдж Визажа. Ну вот, Сенкинг, 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 Сенкинг. Койков решил вообще полностью целиком уйти в урон. И, возможно, он тут немножко ошибется. Короче, все зависит от того... Контроль нужен или что? Да, все зависит от того... Живучесть у него уже, в принципе, есть. Я думал, что-то такое более, что ли, мансинговое, я не знаю, или контролирующее, да, наподобие Хекса, допустим. Потому что в Эрке Хекс тоже очень классно заходит. Так как герой с главным атрибутом интеллект, то есть дэмэдж растет, дизейбл есть. Просто суть, наверное, расчет на то, что все-таки контроля хватает. Как бы есть и сайленсы, есть и хукшоты, есть и подкопы, кулдауны. То есть как-то вот мне главное бежать и бить. Возможно, возможно. Потому что пока у противника нет БКБ, то вообще непонятно, что сделал только что Фуриона. Чего он сюда прилетел вообще? Чего ты тут забыл? Пушить. Вот, Фурич собирает Орхид. Против кого? Он вообще тут собрался орхидировать. Против Сталисмага. Нет, с одной стороны, ты скажешь, да, целей действительно много. Скаймаг, ВРК, СНК. Но это будет Орхид на 35-й минуте. Да если тебя они ногами метелят, какой нафиг Орхид? Б, К, Б. Тут, во-первых, БКБ, это первый вариант. А второй вариант, это какие-то некрономиконы, наверное. Ну да, что-то такое, чтобы можно было нас память и убивать. Все остальное это что-то, ну я не знаю, это как мертвому припарка будет. Тут без БКБ реально делать нечего. Тут нужна БКБ, уже нужна Али Барда потихонечку. Правда тут так получилось, что ребята настолько сильно отфидели ВР-ку, что она становится главной угрозой на данном этапе, а далеко не Гирокоптер, у которого там 120 урона. Гирокоптер это элементарный план Б у команды Маус Спорт. Сейчас, если вдруг не получится что-то у Койква, то разбираться будет Блэк. Два немца. Жутких два немца, которые всю Америку пугают. Ну и Койква. 1300 голды имеет сверху. Правда, на что-то он должен был потратить. Нет, не на что он не потратил. То есть там Стокверк, врыв, зажал Флайа и Флай погибает. Блэйд Мейл, Омега Паунер, Мегу, конечно, дает. Слушай, там Койква пришел. Кстати, Койква очень-очень-очень был битый и возможно... А что возможно? Не стоило тут ничего делать. Да, еще и Радиенс Курьер has been killed. Вообще замечательно. На Курьер в Квинге шел, варды и нес. В лесу вот тут. Да, да, да. Да, да, мне весело. Форстап появился уже у Вейту. Есть у него 1000 голды сверху, 11-й левел. Отправляется сразу же в мид-лейн Дефидю. У Блэка барабаны БКБ на подходе. В Курьере летит как раз-таки уже готовая БКБ. Балба, Форстап, Блэйд Мейл, Транквилы. Койква, 2200. Да, 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 да. И Пайлайдай с Тапком. И с Медальоном просто Пайлайдай. Теперь у него много армора. Да, ну вот БКБ у Гирокоптера почему-то у Гирокоптера оно есть, а вот у Дроу Рейнджера нет. Что они делают? I don't know. Какая нафиг Яша? Ну это будет, естественно, Саша Яша, лучший артефакт в игре. Да, мы уже определили, что это любимый артефакт СНГ Хаба. Прям любимейший артефакт, что лучше, наверное, быть не может ничего абсолютно, кроме соулбустера. Хотя соулбустер и то хуже. Я думаю, соулбустер лучше, чем Саша Яша. Ну вообще да, к соулбустеру хоть претензий какие-то не может. Ну да, ну типа есть и есть. Из него можно что-то собрать, например. Саша Яша ты ничего не собираешь. Из Саши Яши нельзя ничего собрать, в этом проблема. Именно. И разобрать нельзя. Это предел. Предел. Предел мечтаний. Предел мечтаний. Предел мечтаний Тир-3 СФа, скажем так. Вот так вот. Привет. Говорят. Мерси Плаза. Пиу-пиу-пиу. Домой. Не, ну тут пока скиллуха вообще отсутствует у ВБ. И это очень странно, потому что вчера они играли на каком-то совершенно другом уровне, если сравнивать с их сегодняшней игрой. Я понял, что команда не может разучиться играть за один день. Да, да. Винга, Шейкл и до свидания, Винга. Ну вот он Фокус Файер. Фокус Файер сейчас вот этим мизерным просто кулдауном в 15 секунд. Он испепеляет такие загульные цели. А Драгонайт смотрит и говорит, ребята, ну что же вы так? На кого вы меня покинули? Вот ДК собрал себе Блэкинбар. Ну пацаны, ДК собирает БКБ не потому, что герой на силу и там ОгрКлаб есть, а потому, что без БКБ все, не выжить. За секунду ты погибаешь. Да, на тебя просто прыгает Сэнд Кинг, сверху на тебя ставит ульт Скаймак и все. От этой дровки не остается ничего. Смотрим. На топ будет врыв. Нет, на топ не будет врыва. Будет врыв вот сюда. Разрывает Ксюана очень быстренько. Ну и вот этот Клокверк от Бульбазавра, он просто шедеврален. Вот это та игра, когда он играет как бог. У него 8-2-6. Да, это та игра, 84 мы видим получше. И у него будет в 9 матчах побольше винрейт. У него будет 6 из 9, а это целых 66%. Бульба, что творишь? Что он творит? Действительно, бешеный. Да и да, появляется у Койкова. Я бы не подставлял сейчас под него. Ни в коем случае. Кто бы это ни был, Койкова, думаю, убивает его. Саша Яша. Угу, мой сладкий. Саша Яша. Бест айтем. Ин зе ворлд. Я бы сейчас пойду в твит. Бест айтем ворлд Америка. В ТВ. Мурико. Мурико. Сэнджин Яша. Сэнджин Яша. Уууу. Понимаешь, что даже от Манта Стайла тут было бы намного больше пользы. Ты хотя бы Сайленд Скаймага смог бы сбрасывать. Там еще как-то целей побольше делать для того же Клокверка, например. У тебя много белого демеджа. Ты хорошо бы стрелял. Бульб выбивает очередного человека. Тут прилетает Визидж. К Визиджу. А что Визиджу? К Визиджу прилетел. Он посмотрел. Помахал крылом. И как бы попрощался. Хорошо. Саша Яша. Лопасти у Блэка будут избивать. Просто рубить. Так, надо попросить вот этого товарища. О, он уже так заколупал. Достал уже за три дня. Замутить, по идее, можно? А, ну, ща, ща, ща. Его нельзя, можно только весь чат. Блин. К сожалению, да. В чате порой пишут полезные вещи. Типа, пацаны, вы где? Лобби уже минут 8, как рестартнуто. Так, тут минус Фурион. Хорошо. Там тем временем убивают... Ну, да. Нет, тут всех убивают. Тут 4.21. Тут просто конвейер гейминг. Саша Яша! Саша Яша, Саша Яш, Яшечка Саша. Шах и мат, Маус Спортс. Да, сейчас выйдет, Рока. Она сейчас как развалит. Она же просто как выйдет. Как навалюнькает этим пацанам, ничего не понимающим. Вот этому нищеброду Сент Кингу с дайгером, форстафом и тревелами. Просто Саша Яша по щекам. По правой Саше и по левой Яшей. Она ломает левую клещню меймом. Да, да. А она ломает правую клещню. И все, и как бы Сент Кинг, он не удел. И сбивает. Считаю, лучшее приобретение в истории человечества. Слушай, я реально рад, что я не залил на эту катку. Я теперь понял, насколько я ошибался. Насколько я был неправ. Насколько правы букмекера. Да, да. Не, возможно, они просто что-то знали, что Void Boys разучились играть. От них просто я такой фигни не замечал. Как можно знать, что Void Boys за сутки начнут играть настолько плачевно? Да, не знаю, не знаю. Ладно. Продолжается убийство по всей карте. Единственный вариант, который может хоть как-то спасти Void Boys, это то, что в Маус Спортс сейчас у пятерых игроков случится сердечный приступ синхронизированный. Ну, или же они решат. Или же Black'em Sky'em, ребят, мне надо еще пофармить где-то часик, поэтому... Black'em, бьет Тир 2 Тауэр, тут явно что-то не так. Один! Один! На 27-й минуте! Это подстава какая-то. Я говорю, что это по-любому подстава. Тут еще птицы летают, а он до сих... По-любому с фейка кто-то... Вернее, с его А как какой-то фейк катает. Я не верю, что Black'em может бить Тир 2 Тауэр на 27-й минуте в соло против птиц. Может быть, его заставляют? Против крипов не так часто увидишь, но против птиц. Возможно. Black 16-й уже левел. Есть номинатор, есть БКБ, есть Аквилла, есть Тапок, есть 3-4. Санкинга вы видели, Тривала, Фурстап. Вот визаж на топе умер, его Верка развалила через фокус-файер. Верка просто прыгает с блинка, вяжет и фокус-файером убивает любого героя здесь. Любого. Даже двоих может убить, если свяжет. Ну, а как она убьет дровку Саши Яши? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот так вот. Смотри, 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 смотри. Ах, не заперло. Чувак, я рейджусь. Я просто бомблюсь. Не заперло. Не сработала Саши Яша, мне кажется. Мне нужно понять, почему так получилось. Возможно, в Сашу Яшу стоит добавить увороты, чтобы она была чуть более балансная. И стан. И стан, естественно. Тогда ее вот такая частая сборка действительно будет оправдана. Пока вообще непонятно, какого черта. Ну, блин, ну это же Саша Яша. Это же самый крутой артефакт. Ты его собираешь, и по дороге у тебя всегда что-то есть. И ты такой, типа, и ХП есть. И, типа, и скорость есть. Это же какое говнище просто. Как там говорит НС? Помойка? Помойка, просто помойка. Ладно, все, хватит гнобить людей. Пока я не людей гноблю, я гноблю артефакт. Артефакт, кстати, да, можно бесконечно гнобить артефакт. Он не обидится. Да. А я думаю, кто-то сейчас уже заводит твиттер Саша Яша. Да, неплохо. И будет это отыдение Саши Яша пишать. Да, да. Еще как сейчас популярно, не просто Саши Яша, а хреновая Саша Яша. Хреновая Саша Яша, да. Вот так вот, да. Оскорбление чувств всех Саши Яш на планеты. Появился Рошанчик, кстати. А его что, убивали? Оскорбление чувств верующих в Сашу Яшу. А когда убивали первый раз Рошана? Да давно уже. Я даже не обратил внимания. Уже совсем давно. Когда вот тут вот тир-2 на топе Драгонайт забирал, тогда Рошан падал. Ну это я точно помню. Может даже уже какой-то... Это второй или третий? Второй, да, второй. Ну вот тогда, да, тогда там убивали. Так, ну 24 на 4 счет, по деньгам, по... Ну короче, вы поняли. Все, мы ждем уже вторую карту этого матча. Ждем пока Мауза решат, что пора уже. Ну друзья, напоминаем, что это Best of 3 серия. То есть это еще не конец, мы тут зря так бомбим. Не, мы не зря бомбим, потому что действительно есть из-за чего бомбить. Вопрос в том, смогут ли Войт Бойс прямо сейчас пообщаться друг с другом и понять, что... Ребят, что-то у нас произошло. Я думаю, они просто придут. Скажут Венге, что... Или Драгонайт, или Фуриону, у которого были деньги. Скажут, где твоя Саша Яша, упырь? Мы же договаривались. Ты что, забыл? Все должны Саша Яша покупать. Саша Яша пала. Саша Яша пала. А Койква-то приобретает себе Дезолятор. И когда у него появится Дезолятор, у Блэка уже появился Шмедерлинг. То будут проблемы у Войт Бойс очень серьезные. Ну да, Шмедерлинг очень серьезно добавляет ДПС к Гирокоптеру. Учитывая, что с Флэка очень-очень-очень быстро с бабочкой выстреливаешь все свои 5-6 выстрелов. Ну 6 на последнем уровне прокачки. Да, жить тут мало кто будет. Вот нам показывают момент, как Саша Яша. Саша сработала. И вот она, Яша сработала. Именно. Вот смотри, тут Клокверка пытаются сейчас на топе убивать. И убьют же. И убьют же. Возможно бы и убили когда. Смотри, смотри, смотри. Фурион с его Орхидом. Орхид. Подрубает Орхид. Не помог, к сожалению, Орхид. От ульта Скаймага. И... Ах, как же так! Good game, well played. Саша Яша, я думаю, надо написать сейчас в чат. Но я бы воздержался. Блин, это... Это очень-очень-очень-очень плохая игра от команды White Boys. Чувак, понимаешь, это вот как бы мы зашли сейчас с тобой в лобби. Да, но мы бы так не тупили. Мы бы... Мы бы тупили на исполнении. Мы бы начали тупить, когда пришлось бы забирать товара. Да, да, да. Но, понимаешь, тут вот, во-первых, мы бы линии поставили просто по-дефолтному. Не делали бы никакой вот этой грязи, которую они исполнили. В результате Винга заканчивает 0.7. Дровка 0.5. ДК 0.3. Фрагов не было вообще за всю игру. Фурион прилетал просто... Черт пойми, куда. Черт пойми, куда. Черт пойми, куда. Вообще не туда, куда надо. То есть он не мог вот просто взять и упасть на героя, например. То есть герой не понимает, ну все, ему уйти туда или туда, и все равно он получит пару тычек. Ээээ. Я лучше прилечу куда-нибудь сзади. Он будет отходить. А я его... Я его по дороге поймаю. Да, да, да. Саша Яша ему ногу сломаю. Орхидом. Орхидом застайли. На туре, да. Конечно же. И смотри. А получается так, что герой понимает, что сзади летит Фурион. Он говорит, ну ладно, в Йоло. И просто в твою дровку бах-бах-бах-бах подачи. А у дровки Саша Яша, она подрубает Сашу Яшу сразу же. И пытается как-то камбэчить, а не получается. Это такая беда. Просто беда. Давайте передадим слово, наверное, нашей студии. Там у нас есть Дима, который, я думаю... Он сейчас присоединится, я думаю. Дима, я думаю, и Дима, и Ярик, и Егор, и Женя, они все будут... Они все к нам присоединятся. Вам слово.